В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо всем неравнодушным гражданам бойцы СВО благодаря царовчан за помощь. Жизнь, посвященная детям. В ДДТ прошел концерт для ветеранов педагогического труда. Кладезь знаний и книжный клуб появился на базе библиотеки Маяковского. Далее расскажем обо всем подробно. Куманитарный груз доставлен. Бойцы вышли на связь. 4 октября глава города опубликовал пост во ВКонтакте об отправке помощи из Сарова в зону СВО. Ответ не заставил себя долго ждать. Видеоблагодарность бойцов-саровчанам Алексей Сафонов опубликовал в соцсетях. Огромная благодарность администрации города Саров и всем неравнодушным гражданам за эту большую гуманитарную помощь нам. Победа будет за нами. Будем поддерживать всех наших участников и СВО и дальше. В ближайшее время при поддержке волонтерских объединений запускаем еще один проект в этом направлении, написал Алексей Сафонов. В Нижегородской области годовая инфляция в августе увеличилась до 4,5%. Основной вклад в рост стоимости продовольственных и непродовольственных товаров в регионе внесло удорожание продукции, поставляемой из-за рубежа или зависящей от импортируемых ресурсов. Например, ускорился рост цен на некоторые фрукты, мясопродукты, а также парфюмерно-косметическую продукцию. До 4,5% увеличилась годовая инфляция в Нижегородской области в августе. Показатель ниже общероссийского. По стране он составил 5,2%. На изменения цен в основном влияли увеличение потребительского спроса и ослабление рубля. Высокий спрос покупателей позволил производителям и продавцам быстрее переносить в цены в свои возросшие издержки, связанные в том числе с изменением курса национальной валюты. Основной вклад в рост стоимости продовольственных и непродовольственных товаров внесла продукция, которая в регион поставляется из-за рубежа или связана с импортируемыми ресурсами. Так, например, ускорился рост цен на некоторые фрукты, на мясопродукты, которые зависят от импортных кормов и оборудования, а также на парфюмерно-косметическую продукцию. При этом в последний месяц лета замедлился годовой прирост цен на услуги. В августе прошлого года в регионе выросли тарифы на сотовую связь и проезд в общественном городском транспорте. В конце лета текущего года эти категории услуг не менялись в цене. По прогнозу Банка России, инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. Она составит 6-7% к концу 2023 года, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Стартовало голосование в конкурсе «Новые созидатели». Он посвящен людям, которые сегодня делают атомные города лучше, создают, объединяют, формируют и воспитывают. Народное голосование за участников пройдет 6 по 27 октября на сайте Атомньюз. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. Чемпионат Российской премьер-лиги продолжается. Фанаты болеют за свои команды на стадионах, стараясь не пропустить ни одной игры. Если вы тоже хотите смотреть футбол с трибуны, оформите карту болельщика. Только по ней можно купить билет или абонемент. Больше всего карт выдано в Москве – 220 тысяч. В Санкт-Петербурге – 186 тысяч. В Краснодарском крае – 182 тысячи. В Нижегородской области – 115 тысяч. В Ростовской области – 108 тысяч. Заморозки ожидаются в Нижегородской области с 8 по 12 октября. Временами осадки в виде сильного дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха ночью – минус 3, плюс 2. Днем – плюс 1, плюс 6. Временами дождь и мокрый снег. Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию. Максимально ограничьте скорость. Исключите резкие торможения. Спасибо за ваш труд. Ветеранов педагогического труда чествовали во Дворце детского творчества. Теплые слова, подарки и творческие номера. На праздничном вечере побывала и наша съемочная группа. Марина Владимировна Сидорова – педагог с многолетним стажем. 30 лет она проработала в школе номер 10, преподавала географию. А после была заместителем директора по воспитательной работе. Во Дворец детского творчества на праздники, посвященные Дню Учителя, она старается приходить каждый год. Что ожидает концерта? Хорошего праздничного настроения, теплых слов, красивых песен и встречи с друзьями. 35 лет в школе номер 17 проработала и Раиса Николаевна Васильева. 20 из них – завучем по воспитательной работе. Выйдя на пенсию, Раиса Николаевна поняла, что сидеть дома – это не ее. И она отправилась покорять ветеранскую организацию педагогов города. Как рассказывает Раиса Николаевна, возглавила организацию она совершенно случайно. Попросили заменить предыдущего педагога, который был больше 80 лет. А я вышла в 57 лет, я еще молодая была. Мне, естественно, не хватало и работы, и энергии было великое множество. И эту организацию мне пришлось возглавить. Где-то больше 400 человек разных школ и города. При входе в зал всем ветеранам педагогического труда вручали вкусные подарки. А после воспитанники Дворца детского творчества поздравили педагогов творческими номерами. Мы рады, что вы в добром здравии оставаетесь по-прежнему в активной физической форме. Мы за вами очень здорово наблюдаем. Кто-то занимается скандинавской ходьбой, кто-то пением в хорах, кто-то уже даже гастролирует. Это замечательно, потому что активное долголетие – это источник жизни, источник сил и вдохновения. Ну и, конечно, мы рады принимать ваши советы, напутствие, мы рады вашим звонкам в департаменте, в школу и приходам. Будьте с нами почаще и будьте с нами подольше. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всему педагогическому составу города крепкого здоровья, оптимизма и душевного равновесия. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. С крыши валится снег и лед, течет вода, дорожки не чистят. С такой проблемой в городской дозор обратилась жительница дома по Московской, 21. Основной аргумент бездействия коммунальных служб – то, что помещение, прилегающее к общедомовой территории, находится в частных руках. А значит, чистить и убирать около него не входит в обязанности ЖКХ. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. В доме по Московской, 21 Елена Ивановна живет 20 лет. Все эти годы в доме находятся и помещение, которое стоит пустым и заброшенным. Одна из его комнат располагается над общедомовым арчным проходом. И из-за того, что слив сломан, вода во время дождей льется прямо на голову прохожим. Зимой здесь образовываются сосульки, а на крыше – толстый слой снега. Но никто убирать их не спешит, ссылаясь на то, что помещение над проходом – частное. А значит, уборка этого участка не в компетенции коммунальных служб. В прошлом году, в прошлую зиму пришлось обратиться из-за того, что прямо мне лицо, даже осколки этих сосульков, даже глыбы, можно сказать, не сосулька, а глыбы, снегом смёрзшегося, упало мне даже на ноги. Вот, ещё чуть-чуть, говорю, полшага мне было сделать, и было бы в голову, разбило всё. Причём коммунальные службы не чистят от снега и льда и сам проход к арке. Жительница дома обращалась к руководству города, но там ей сказали, что хозяина помещения никто не знает. Но в июле всё-таки нашли владельца и обещали исправить ситуацию с заброшенным помещением. Зимой проходят опасные зоны. Это красная опасная зона всю зиму. В ЖКХ Картамонову сказали, в курсе дела, нашёл хозяина. Я говорила, говорю, хозяина нашли, а что ж не делают. Обещали сделать, но обещание, может быть, ещё три года будет. Мы направили запрос в администрацию. По официальному комментарию, в зимнее время очистка кровель от снега находится всё-таки в полномочиях управляющей компанией. Если работы не производят, то следует направить подтверждающие фото и видеоматериалы на электронный адрес, который вы видите на экране. Или позвонить по телефону 977-29. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Книжный клуб появился на базе библиотеки Маяковского. В клубе участники выбирают одну книгу, читают её в течение месяца, а потом обсуждают на встрече. Прошло уже 8 встреч. Участники клуба прочитали более 10 книг отечественных и зарубежных писателей. Прийти на читательские встречи может любой желающий. Подробности далее. Ирина Дементьева очень любит читать и читает много. В какой-то момент она поняла, что ей не с кем обсуждать прочитанное. И решила поискать в Сарове книжный клуб, где она могла бы общаться с единомышленниками. Но ничего подобного Ирина не нашла. Тогда она сама предложила создать книжный клуб на базе библиотеки Маяковского. Руководство идею поддержало. Так начались первые читательские встречи. Читая книгу, мы пропускаем её через свою психическую реальность. И каждая книга в каждом человеке отзывается по-своему. Обсуждая её с другими людьми, не своими близкими, мы что-то узнаём о себе. Получаем новый опыт. В книжном клубе участники выбирают одну книгу. Читают её в течение месяца, а потом обсуждают её на встрече за чашкой чая. На сегодняшний день прошло 8 встреч. Участники клуба прочитали более 10 книг отечественных и зарубежных писателей. Книгу для чтения выбирают с помощью жребия. Предложить книгу может любой читатель. Мы пишем записочки, опускаем в специальный ящик и случайным образом выбираем. Нет никакой закономерности. Это всегда какой-то неожиданный сюрприз и случай. Чёткого регламента, что обязательно нужно высказываться, нет. Каждый приходит, мы общаемся и высказывается при желании. Если кому-то из участников по тем или иным причинам не хочется читать выпавшую по жребию книгу, то в качестве альтернативы всегда выбирают второе произведение. Читатели клуба обращаются и к современным писателям, и к русской классической литературе. Каждый согласился, что да, он согласен выйти из зоны комфорта. И, допустим, если будет общий выбор на клубе какой-то книги из того жанра или того автора, которого никак не получается прочитать, то, в принципе, готов для того, чтобы каким-то образом быть полноправным участником обсуждений, то есть выйти из этой зоны комфорта и прочитать. В ходе встреч книжного клуба также появилась идея организовать психологический книжный клуб по обсуждению книг по популярной психологии и родительский книжный клуб. Любители чтения собираются по четвергам раз в месяц. Следующая встреча состоится 19 октября в 18 часов в читальном зале библиотеки Маяковского. На обсуждении будут книги «Лавкрафта. Зов к Тулху» и «Энни Бероус. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» для лиц старше 18 лет. Приглашаем вас, дорогие читатели, если вы любите читать, вы хотите поделиться своим мнением, прокачать свои коммуникативные навыки. Ждем вас на встрече. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Солистки ансамбля русской песни «Забава» блистали на сцене концертного зала культурной столицы нашей Родины в Санкт-Петербурге. В Саров участницы вернулись дипломами лауреатов первой степени международного конкурса фестиваля «Старт звезды». В свои 10 лет Лилия Сустаева побывала на различных международных, всероссийских конкурсах и фестивалях и неоднократно становилась на них победительницей. В сентябре воспитанница ансамбля русской песни «Забава» вновь зашла на пьедестал. В международном конкурсе «Старт звезды» в Санкт-Петербурге девочка получила диплом лауреата первой степени. Я исполняла песню о России и «Утенышка». Обе песни были сложные. Первая вообще очень сложная песня. Ее где-то были высокие, где-то низкие ноты. Тем более ее надо было исполнить душевно. А другая, капельная, она сложная уже сама по себе. Лауреатом первой степени на конкурсе «Старт звезды» стала и Пелагея Димитрова. Девочка на конкурс представила песни «Гармошечка» и «Весна красна». По словам Пелагеи, выступать на сцене несложно, но волнение присутствует. Я немного сначала боялась, потому что это ответственный момент, для чего я сюда приехала. Его надо исполнить хорошо. Приглашение на участие в конкурсе девочки получили еще в марте в Казани на международном фестивале «Восточная сказка». Там Пелагея и Лилия стали лауреатами первой степени. Отправиться в Петербург девочки мечтали давно. Они хотели выступить среди лучших вокалистов. Работу артистов оценивала компетентные жюри. Судьи в основном у нас были. Это Санкт-Петербургская академия искусств и Санкт-Петербургская консерватория. И с Москвы был Емельянов такой известный, в народнических и кругах человек, по методике которого учатся многие дети и многие преподаватели используют его методику в своей работе. Сейчас ансамбль русской песни «Забава» готовится к городским мероприятиям. В планах отправиться в те города, где еще не были. Ирина Вшегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА